Рыбку мышкой Здравствуйте дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line Продукция компании Sprut хорошо знакома многим рыболовам и стала достаточно популярной среди многих из них И сегодня в нашем обзоре представлены бюджетные спиннинги K-Tara, входящие в серию Black Stream Кстати их в какой-то степени можно считать универсальными, так как они позволяют ловить джигом, твичингом и на различные блесны Давайте поближе рассмотрим экземпляр, обозначенный как 244 ML Серия K-Tara на данный момент включает в себя 8 моделей в длинах 213, 244 и 274 см Кроме этого здесь имеются модификации от класса Medium Light до Heavy Минимальный тест по приманкам составляет от 3 до 18 граммов Максимальный находится в пределах от 15 до 45 Все самые главные характеристики, в том числе тест рекомендованной лески, указанные на комле ближе к ручке Удилища обладают строгим дизайном, выполнены в двухчастном варианте и имеют штекерное соединение типа Put-in В качестве основы при изготовлении бланка было выбрано углеродное волокно со связующим с элементами армирования Строй заявлен как регуляр, вершинки полые, тубуляр тип Оснащаются достаточно легкими пропускными кольцами Расстановка по системе 3D Concept помогает увеличить дистанцию заброса и распределить нагрузку по бланку во время вываживания Благодаря вставкам из карбидокремния можно использовать не только монофильные лески и флюорокарбон, но и различные плетеные шнуры Hook Keeper выполнен в виде нескладной металлической петельки В линейке устанавливаются винтовые катушки-держатели с нижним расположением прижимной гайки Она имеет многочисленное рифление и позволяет максимально надежно и крепко зафиксировать безинерционную катушку Масса удилища, в зависимости от конкретной модели, составляет от 118 до 195 граммов Рукоять разнесенная, но достаточно длинная, чтобы ее можно упереть в предплечье рыболова Для изготовления применяется современный и практичный этилен-винилоцитат, или сокращенно ЭВА Пилинг с прутки и тара комплектуется тканевым чехлом, в котором он хранится в перерывах между рыбалками Здесь мы видим основные характеристики данного экземпляра, его артикул, длину и тест Сам футляр является двухсекционным В одном отделении размещается комлевая часть удилища А в другом вершинка Закрывается клапаном с простыми завязками Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line Субтитры сделал DimaTorzok